В 70-е годы успех общевойскового боя во многом зависел от боеспособности передовых мотострелковых и танковых полков. Эти полки должны были находиться в непосредственном соприкосновении с войсками противника. В наступлении они прорывали укрепленную полосу, в обороне принимали на себя первые удары. Для защиты этих полков от воздушного нападения использовались зенитные самоходные установки, действующие непосредственно в их боевых порядках. К концу 60-х на вооружении ПВО сухопутных войск находились комплексы «Шилка» и «Стрела-1». Логическим продолжением пушечного комплекса «Шилка» стала «Тунгуска», созданная в Тульском бюро приборостроения. По сравнению с предшественником, боевые возможности «Тунгуски» расширены за счет применения ракетного вооружения. В дополнение к двум спаренным автоматическим пушкам установлено 8 зенитных управляемых ракет. «Стрелку выполняю ракетами». В состав комплекса «Тунгуска» входят две радиолокационные станции. Одна обнаруживает цель, другая сопровождает ее. При создании «Тунгуски» особое внимание уделили так называемому «работному времени». Под этим термином подразумевается время реакции, которое проходит с момента обнаружения воздушной цели до пуска первой ракеты. Быстрая реакция очень важна для борьбы с внезапно появляющимися вертолетами, которые представляют серьезную угрозу для бронетехники. Так вот, в «Тунгуске» время реакции не превышает 10 секунд. «Стрелку выполняю ракетами». Что касается «Стрелы-1», то ей на смену пришла «Стрела-10». Это чисто ракетный комплекс. Его создали под руководством Александра Нудельмана в конструкторском бюро «Точмаш». По сравнению с «Тунгусской» «Стрела-10» более простой комплекс. У него нет радиолокационной станции. С одной стороны, это несколько снижает возможности комплекса. С другой, позволяет применять его в условиях радиоэлектронного противодействия, поскольку поиск целей можно производить визуально. «Аси-1-30, цель наблюдаю». В помощь оператору на машине установлен радиодальномер. Ракеты находятся внутри пусковых контейнеров. Всего их четыре. Ракета комплекса оснащена головкой самонаведения. Она комбинированная и работает либо по принципу выделения контрастной цели на фоне неба, либо по тепловому излучению цели. Цель поражена расходом на ракете. Модернизированные варианты «Тунгуски» и «Стрелы-10» и по сей день несут службу в ПВО сухопутных войск России. На вооружении российской армии стоит еще один комплекс, созданный в 70-е годы. Это ЗРК «ОСА». В процессе эксплуатации он также подвергся глубокой модернизации и теперь называется «ОСА-АКМ». Для «ОСА» одной из приоритетных целей являются вертолеты. Со временем комплекс научился обстреливать их даже на земле. Достаточно, чтобы у вертолета вращались винты. У «ОСА» все было замечательно, кроме одного. У нее было очень большое работное время. От 40 до 60 секунд между обнаружением цели и ее поражением. И поэтому уничтожать внезапно возникшие цели, если вертолет тот же из-за бугра выскочит, значит, или из-за леса штурмовики вывалятся, вот ей было тяжело. Попытки модернизации ни к чему не привели, они там помехозащищенность повышали, но работное время приблизительно оставалось таким же. И в конце концов, вот в середине 70-х пошла новая разработка «ЗРК ТОР». Главной разработчик ТОРа – научно-исследовательский электромеханический институт. Главный конструктор – Вениамин Ефремов. «ЗРК ТОР» характеризуется высокой степенью автоматизации и автономностью действий. Он способен вести разведку воздушных целей в движении и обстреливать их с короткой остановки. Время реакции сократилось примерно до 8 секунд. В боекомплекте комплекса 8 управляемых ракет. Они размещаются внутри боевой машины. Такая компоновка позволила защитить их от неблагоприятных погодных условий, а главное – от поражения осколками снарядов и бомбов. Старт ракеты происходит вертикально, с помощью пороховой катапульты. Впервые в мире на комплексе малой дальности был применен вертикальный старт. Причем ракета выходила не под действием своего двигателя, а под действием пороховой катапульты. Потом склонялась в сторону цели, и только после этого заводился двигатель. Поскольку ракета небольшая, двигатель работает недолго, так вот запуск, когда уже ракета склонилась в сторону цели, позволяет весь потенциал, весь импульс двигателя передать ракете в сторону цели. То есть это позволило обстреливать более высокоскоростные и более маневренные цели. Изначально ракеты находились внутри машины без спусковых контейнеров. Впоследствии они стали загружаться двумя блоками по четыре ракеты. Модернизированный вариант имеет обозначение ТОР-М1. Его приняли на вооружение в 1991 году. Зенитный ракетный комплекс ТОР-М1. Боевая масса 32 тонны. Зенитная управляемая ракета 9М331. Максимальная дальность поражаемых целей 12 километров. Минимальная высота поражения 10 метров. Максимальная высота поражения 6 километров. Максимальная скорость поражаемых целей 2520 километров в час. Вероятность поражения истребителя одной ракетой 0,77. Зенитно-ракетная система 9К331 ТОР-М1 предназначена для эффективной противовоздушной обороны войск во всех видах боя, в том числе и на марше. А также обеспечивает прикрытие объектов войскового тыла, важных административных центров в условиях массированного применения элементов высокоточного оружия. Радиолокатор станции наведения имеет так называемую фазированную антенную решетку. Она производит электронное сканирование пространства. При модернизации это дало возможность увеличить количество одновременно обстреливаемых целей. Изначально это была одна цель. ТОР-М1 может одновременно обстреливать две, а последней модификации и вовсе четыре цели. Рассмотренные нами комплексы относятся к ЗРК ближнего действия. Самый дальнобойный из них, ТОР, имеет максимальную дальность стрельбы 12 километров. В 70-е годы продолжилась и тема комплексов малой дальности. На тот момент таковым являлся ЗРК Куб. Он обеспечивал поражение всех типов аэродинамических целей на дальностях до 25 километров. Однако качественное развитие средств воздушного нападения и радиоэлектронной борьбы предопределило создание нового комплекса. Он получил обозначение БУК. Основной разработчик – научно-исследовательский институт приборостроения. Главный конструктор – Ордолеон Растов. Перед разработчиками поставили задачу – надежно прикрыть главные силы общевойсковых и танковых армий в наступлении и обороне. В первую очередь от ударов низколетящих самолетов и вертолетов. Цель одиночная. Есть захват. 22-й. Цель уничтожить. Расход 2. На вооружение комплекс БУК приняли в 80-м году. А в 83-м его усовершенствованный вариант БУК-М1. Зенитно-ракетный комплекс БУК-М1. Зенитная управляемая ракета 9М38. Максимальная дальность поражаемых целей – 35 километров. Минимальная высота поражения – 15 метров. Максимальная высота поражения – 22 километра. Максимальная скорость поражаемых целей – 2880 километров в час. Вероятность поражения истребителя одной ракетой – 0,95. На огневой установке БУКа размещаются четыре ракеты. К тому же она имеет собственную радиолокационную станцию. Это позволяет огневой установке действовать автономно, то есть вне состава комплекса. Чем хороша СОО? Хороша тем, что она сама имеет возможность обнаруживать цели, сопровождать цели, подсвечивать цели, опознавать цели, распознавать цели и заодно их обстреливать. Каждой огневой установке придана пускозаряжающая машина. Всего на ней может размещаться восемь ракет, четыре в боевом положении и еще четыре используются для перезаряжения. Для стрельбы она сопрягается с огневой установкой. Когда огневые установки действуют в составе комплекса, то выбор и распределение целей производятся с командного пункта. Одновременно можно выдать шесть целеуказаний и навести на каждую цель до трех ракет. Сегодня мы дальше трудимся над дальнейшей модернизацией нашего комплекса. Бук М-2 по сравнению с Бук М-1 обладает существенными преимуществами. Если Бук М-1 имели возможность работать по шести целям одновременно, то из шесть СОУ работало каждый по одной цели, то здесь за счет использования фазированной решетки каждое самоходное средство обеспечивает поражение до четырех целей, а в целом комплекс, состоящий из шести таких боевых машин, обеспечивает поражение одновременно двадцати четырех целей. Фазированный антенный решет находится и в РПН. РПН – это радиолокатор подсвета и наведения, антенный пост, который поднят на высоту 22 метра. Если техника будет стоять в лесу, то мы в принципе можем подняться антенным постом, увеличить практически дальность порядка в полтора-два раза. Это очень существенное преимущество. Высокие боевые качества ЗРК «БУК» признаны во всем мире и не раз подтверждались на учениях и боевых стрельбах. Работу разрешаю. Отвлечемся немного от сугубо ракетной тематики и представим вот такой образец зенитного оружия. Перед нами спаренная зенитная установка ЗУ-23-2. Калибр 23 мм. Ее приняли на вооружение еще в 60-м году прошлого века. Но так уж получилось, что установка пережила многих своих ракетных собратьев. Отдельного внимания заслуживает механизм складывания колес. Он позволяет переводить орудие из походного положения в боевое всего за 15-20 секунд. Первый бой готов. Второй готов. Третий готов. Четвертый готов. Боем. В бой. В состав ЗУ-23 входят зенитный прицел и прицел для стрельбы по наземным целям. Досягаемость по высоте – полтора километра. Максимальная дальность стрельбы – два с половиной километра. Масса в походном положении менее тонны. Установку можно буксировать практически любым армейским автомобилем. Елена 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 Кorcо. Продолжение следует...